привет youtube привет вот пришла очередная посылочка из китая вот шла она очень быстро на удивление дошла за неделю вот здесь находится молоточек я перед этим заказала такой молоток себе вот опять же продолжая тему того что что-то вот я делаю сам по инструменту это как бы интересный вопрос то что я могу сделать сам я делаю сам почему потому что вот лично мое мнение не всегда есть смысл покупать дорогостоящий инструмент тот который можно сделать самому и работать им вот допустим вот возьмем простой пример вот он крючок у меня один я его на пробу взял хороший крючок как бы проблем нет но цена у него по моему около 3000 он не обошелся вот я точно такой же крючок вот он он сделал сам и он не обошелся в порядка 500 рублей но он с нержавейки вот и он работает как бы он более такой жесткий чем вот этот один вот но есть другие моменты такие допустим как грибочки вот тут их куча она есть мини лифтеры там да тот же вот обратный молоток вот цена у него адекватная хотя у меня есть вот они молотки опять же вот китайский один вот они самопальные ну вот не точил то когда делал ну и чё он мне этот обратный молоток обошелся столько же сколько покупной вот такой красивый и смысл все это как говорится делать самому когда это можно купить то есть я за то что если ты по каким-то причинам не можешь вот это сделать сам или это будет у бога проще это все купить вот но смысл переплачивать за что-то дорогого вот два рядом лежат так сказать висят вот и вот у этого цена просто мягко говоря кусючая у этого нет ну и смысл покупать это там не подарили слава богу а это я купил 1200 или 1300 чушь не отдать то же самое вот вот такой молоток это уже 52 сантиметра он мне нужен для работы на дальнике не секрет что когда работаешь вблизи ты видишь одно и уже как бы дефект виден плохо когда ты отходишь дальше 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 вот лампу ставишь ближе ниже дальше выше ну и так далее все это знают вот и нужен естественно инструмент хотя бы вот для того чтобы забить или там крючки длинные чтобы доставать работать на дальнике рук не хватает и вот такой молоточек я еще один приобрел сейчас я его распечатаю покажу все расскажу что к чему вот я открыл посылочку ребята даже вложили свою визиточку тут чтобы было вот вот такой молоточек номер два конечно же на таком с таким инструментом на работать будет проще есть еще длиннее но лично мне он не нужен и он там дороже стоит ну как бы я покупаю то что считаю нужным необходимым вот поработал этим молотком он мне понравился и заказал еще один вот такой молоточек в принципе все тут окончания те же самые вот здесь этот пробойник при желании можно снять и работать им как пробойником если кому-то надо вот ну я сюда другие окончания одеваю работаю в принципе все это вот как мы видим раскручивается вверх и не сейчас я покажу с помощью вот такого ключика мы разбираем вот так это все выглядит такая резьбочка все это разбирается дополнительно вот это можно если надо использовать как удлинитель допустим нарастить что-то и вот так у меня под вот это дело вот есть тоже куча тут всяких удлинителей вот в том числе и наточил я еще раньше вот таких вот штук себе разных овалов разных диаметров для удобства вот и всем я этим пользуюсь в зависимости от того когда мне чего надо на таком молотке я часто использую вот такое окончание тоже самоделочка вот или же вот такое окончание резиновое или же вот такое то есть вот такие вот штуки вот такие то есть не просто это как бы пробойника я им пользуюсь и для забивания вот здесь то же самое все тоже все так же раскручивается скручивается это все одно и то же единственное здесь вот он такой как бы серебристый а здесь он как хромированный ну и тут написано у нас чего супер пдр по-моему да вот он супер пдр написан здесь нет но это все ерунда супер не супер самое главное им удобно работать сейчас я под расскажу что дальше ну так они еще раз покажу выглядят очень удобно удлиняет работать и тем и тем можно ну вот это прям хороший ладно сейчас я их взвешу чтобы сказать какой у них вес вот они весы у нас по нулям стали вот этот молоточек как мы видим весит сто семьдесят восемь грамм этот будет весить 275 грамм весит он вот сейчас разберемся по длине основания вот как мы видим длина у нас здесь 56 здесь у нас длина 31 длина 56 и 31 вот такая посылочка из китая пришла еще раз повторюсь это все облегчает работу намного и цена как бы не такая уж и высокая а сделать его самому вот еще раз вернусь я когда-то заказывал что-то вот аналогичная токарь и вот теперь как говорится рука не поднимается выкинуть отдал полу 800 рублей я поехал купил алюминий потом с него точили он неудобный длинный как бы тяжелый работать неудобно вот все это короче вот сейчас лежит как говорится и выкинуть жалко то есть вот бывают моменты когда действительно надо покупать инструмент заводской но опять же это не значит покупать такой молоток там где-нибудь в англии или в америке который будет там и 10 и 15 тысяч стоить и есть и такие попадались молотки для блендинга там и прочее но это не нужно это можно в принципе взять молоток там под закруглитель и вот такие вот насадочки купить вот одеть на этот молоток и прекрасно работать просто есть супер-пупер мастера у которых все фирменное все крутое они как бы к этому долго шли и заслужили но и даже такие мастера что-то делают что-то переделывают какой-то инструмент под себя под свою руку вот о чем как говорится момент так что есть смысл иногда купить то что ты не можешь сделать или можешь сделать но плохо и этим работать вот так сказать основная идея того что у меня инструмент самодельный вот он ничем как бы не лучше и ничем не хуже фирменного но себестоимость мы все-таки живем не в москве и не в питере и работаем не по тем расценкам как там вот у нас все это гораздо ниже поэтому если для мастера там сделал какую-то вмятину он может купить себе какой-то крючок дорогой или дорогую какую-то приспособу он зарабатывает то у нас совсем другие вещи и вот поэтому приходится как говорится экономика должна быть экономной ну вот такой краткий обзор посылочки и я как бы как всегда я высказал лично свое мнение я его никогда никому не навязываю кто-то ходит вот я хожу с телефоном samsung старый ему четыре года он вот и снимает неплохо и звонит что самое удивительно а кто-то ходит извините с волой жопой но с последним айфоном вот а есть доширак я например считаю это неправильным но зато понты поэтому в данном случае вот это и дешево и сердито все всем удачи пока пока счастливо ты в итоге вот так он тут у нас будет жить и работать пришлось тут немножко переместить этот молоточек вот отсюда сюда я им кстати редко пользуюсь пройдет еще какое-то время я тут в порядок на виду то чем допустим я не работаю ли очень редко работа уйдет куда-то в другое место вот вот так вот мы быстренько посылочку разобрали и определили ей место вот тут теперь он будет жить и работать